В начальной сцене мужчина по имени Теренция торопится в аэропорт Бразилии. Он заметно паникует и очень переживает. Большинство людей думают, что он опоздал на рейс, но на самом деле все обстоит совсем не так. Он спрашивает в регистратуре любой билет на западный рейс, но выясняет, что ближайший будет через два часа. Тем не менее, он покупает билет только ради того, чтобы пересечь терминал. В том же аэропорту известная журналистка Инесс общается с подругой из Нью-Йорка, как вдруг она задыхается и падает без сознания. Инесс переживает, ведь она ничем не может ей помочь. А люди, которые смотрят телевизор, видят, что журналисты и ведущие прямого эфира потеряли сознание перед камерой. А целая улица людей лежит на земле без сознания. Зрители думают, что это какая-то шутка, кроме Теренция, который понимает, что происходит. Он говорит, что пришло время действовать и бросается к терминалу. Когда охранник его останавливает, Теренция выхватывает оружие и просит всех убраться с его пути. Он бросается к рейсу, который через несколько минут должен вылететь в Японию. Только некоторые пассажиры успели подняться на борт, а мужчина проникает внутрь и держит всех на прицеле. Капитан самолета пропал, а второй пилот Мэтью не хочет помогать преступнику. Когда они дерутся за оружие, пуля попадает в ладонь Мэтью и его ранит. Снаружи пассажиры паникуют, а стюардесса Габриэль пытается их успокоить. Теренция выходит из кабины и спрашивает, есть ли на борту пилот. Женщина по имени Сильви поднимается, хотя она всего лишь пилот вертолета в отставке. По приказу Теренция, она и Мэтью взлетают вместе с остальными пассажирами. Из-за попадания пули на борту самолета сломалась бортовая электроника, поэтому никто из экипажа не может связаться с кем-либо снаружи. Когда самолет поднимается в воздух, Сильви и Мэтью пытаются образумить Теренция, но тот остается непреклонным. Он говорит, что является офицером НАТО и знает то, чего не знают они. Когда его расспрашивают, он рассказывает, что солнечные лучи стали смертоносными. Начиная со следующего дня, восход солнца будет убивать абсолютно всех, даже тех, кто остается в помещении. Это уже началось в восточных странах. Самолет станет следующей мишенью, если восход их настигнет. Мэтью и Сильви не верят ему и предполагают, что он психически болен. Рука Мэтью сильно в плохом состоянии, что в перспективе может создать проблемы. Одна из пассажиров по имени Лаура работает медсестрой у пожилого человека с деменцией. Она единственный медицинский работник на борту и поэтому взяла на себя ответственность помочь пилоту. У них нет специального набора, чтобы зашить рану, поэтому они используют горячий нож. Мэтью кричит от боли и пассажиры паникуют еще больше. Мэтью понимает, что если они начнут бунтовать, то жизнь каждого окажется под угрозой. Поэтому он говорит им, что они приземлятся в другом месте по желанию Теренция, а затем продолжат свой путь к первоначальному пункту назначения. Мэтью надеется, что истребители прилетят, чтобы их спасти. Но Сильви почему-то кажется, что они сами по себе. Пассажир по имени Аяз слышал, как они говорили о солнце, и подозревает, что пилот им лжет. Внезапно пассажир-араб начинает кашлять и падает без сознания. Аяз притворяется, что помогает ему, а затем выхватывает оружие у Теренция. По приказу Аяза, Теренция запирают в туалете, а Мэтью просят рассказать правду. Пилот сообщает, что они совершат посадку в Исландии, потому что Теренция хотел отправиться на запад. Там полиция арестует преступника, а остальных отпустят на свободу. Он также рассказывает им о солнце и о том, как Теренция считает, что оно убивает людей. Это приводит пассажиров в ярость. Они начинают вспоминать странные вещи, которые произошли до того, как они сели на рейс и беспокоятся за своих близких. Мэтью успокаивает всех и берет на себя ответственность за их спасение как капитан. Через некоторое время он пытается приземлиться в аэропорту Исландии, но не получает сигнала от диспетчеров. Когда они видят вблизи землю, то замечают, что несколько самолетов врезались друг в друга, а вокруг бегают люди. В конце концов, они понимают, что Теренция говорил правду, но поскольку взлетно-посадочная полоса заблокирована, они не могут приземлиться. У самолета достаточно топлива, чтобы пролететь немного на запад, в Шотландию. Поэтому капитан решает поступить именно так и надеяться на лучшее. Он выводит Теренция из туалета, чтобы тот мог рассказать всем, что происходит. Он рассказывает, что узнал о солнце, подслушав разговор своего начальства. Он не знает, почему это происходит и скоро ли это прекратится. Он знает только то, что если они хотят выжить, то им придется улететь подальше от восхода. Тем временем араб, потерявший сознание ранее, все еще лежит на полу. Ему трудно дышать и вот-вот произойдет остановка сердца. На последнем издыхании он говорит, что проглотил бриллианты. Медсестра Лаура изо всех сил пытается вытащить бриллианты из его задницы, то есть спасти его, но ее попытки оказываются безуспешными. В это же время они совершают экстренную посадку в Шотландии, где Мэтью останавливает самолет за несколько секунд до столкновения со стеной. Они выходят на улицу, их телефоны начинают трезвонить уведомлениями от близких. Интернет заполнен новостями о смертоносных солнечных лучах. Половина мира уже умерла, а другая половина ждет своей смерти. Аэропорт пуст, потому что все, у кого был шанс убежать, сбежали. Остальные прячутся в темных местах, надеясь, что это их защитит. Однако, судя по новостям, люди умирают даже в бункерах. Неожиданно к ним обращаются троевые на служащих ВВС США с просьбой о помощи. У них есть всего 45 минут до рассвета, поэтому они решают собрать важные припасы и лететь на запад. Один из пассажиров – авиаконструктор Джейкоб. Он хочет вернуться к своей беременной жене, чтобы ее спасти, но ради общей безопасности пассажиров его просят отказаться. Собрав припасы и наполнив бак самолета, они взлетают. Один из военнослужащих – пилот, который предлагает им лететь подальше от экватора, чтобы солнце не настигало их быстрее. Следующая остановка – Канада, где они снова заправят самолет и починят радиоэлектронику. Некоторое время спустя интернет починили, и все их телефоны начинают звонить. Они получают последние сообщения от своих близких, которые уже погибли. Затем мужчина находит статью, в которой говорится, что причиной катастрофы является полярность Солнца. Другой пассажир по имени Хорст – специалист по климату. Он объясняет, что каждые 11 лет магнитное поле Солнца меняется на противоположное, но никто не понимает почему. Это не оказывало существенного влияния на мир, поэтому исследований было проведено не так много. Однако за последние несколько десятилетий интенсивность изменения магнитного поля стала слабее. Хорст считает, что из-за этого изменения направление стало гораздо более мощным. Если то, что он говорит правда, то планету облучают гамма-лучами везде, где падает Солнце, поэтому люди мгновенно умирают. У них нет возможности доказать эту теорию, потому что ученые, опубликовавшие статью, скорее всего, тоже мертвы. В этот момент АЯС узнает из новостей, что военнослужащие ВВС, которых они подобрали, на самом деле преступники из Афганистана. Они были арестованы и должны были возвращены в свою страну в аэропорту. Сильви рассказывает Мэтью о репортаже, и они решают бросить преступников, когда приземлятся в Канаде. Через несколько минут они приземляются, и до восхода солнца остается два часа. В городе лежат несколько жертв солнечного удара. Преступников просят поискать ремонтные радиодетали в ближайшем магазине. Они соглашаются, но настаивают на том, чтобы взять с собой Габриэль и Джейкоба. Проблема в том, что Джейкоб знает о плане, а Габриэль нет. Поэтому, когда они оказываются в магазине, Джейкоб запирает преступников в комнате, а Габриэль не понимает, что происходит, и отказывается с ним идти. Джейкоб не теряет времени, и пытается ее убедить пойти с ним. В конце концов, он добирается до аэропорта, преследуемый преступниками, но Габриэль остается в городе. Самолет взлетает без нее. Преступники следуют за ним и успевают пробить пулей окно. К счастью для пассажиров, на нем образуется лишь трещина, так что если они будут держать высоту, оно не разобьется. Смертельно больной ребенок по имени Доминик также летит этим рейсом. Аяс пытается с ним пообщаться, но его слишком заботливая мать Зара просит мужчину уйти. Внезапно они получают радиосигнал от кого-то с Гавайев. Разговор прерывается, но они предполагают, что некоторые выжившие находятся в подводном бункере и поэтому остались живы. Мэтью хочет как можно скорее отправиться на Гавайи, но Сильви считает, что ехать туда из-за непонятного сообщения было бы глупо. Тем временем Теренция в ярости от того, что все решения принимает капитан. Он протестует, и все приходят к соглашению, что отныне будут голосовать за принятие решения. Как раз, когда все начинают успокаиваться, одновременно раздается несколько сигналов тревоги, свидетельствующих о неисправности самолета. Разбираясь в проблемах, Мэтью выясняет, что один из тех преступников, которые следовали за самолетом ранее, каким-то образом закрепился на шасси. Если он останется там, самолет не сможет приземлиться. Поэтому Мэтью решает лететь как можно выше, чтобы температура и недостаток кислорода привели преступника в упадок. Однако он не обращает внимания на треснувшее окно. Из-за разницы давления, оно лопается, вызывая хаос внутри самолета. Вещи летят в воздух, а пассажиры готовятся к падению. Мэтью быстро переводит самолет на меньшую высоту, а Джейкоб с помощью деревянной доски на некоторое время закрывает окно. Все успокаиваются, но Доминику трудно дышать, потому что у него слетела дыхательная трубка. Аяс использует кислородную шлангу, чтобы сделать дыхательную трубку. Зара его благодарит и стыдится, что раньше была с ним грубой. Капитан сообщает всем, что Гавайя больше не вариант, потому что на такой высоте они никогда не смогут добраться туда вовремя. Самым реальным вариантом будет посадка на острове Ату на Аляске. Более того, турбулентность не смогла избавиться от висящего преступника. Этот парень словно супермен. Аяс, Джейкоб и Теренция идут к шасси и проделывают отверстие самолета, чтобы его рассмотреть. Теренция направляет оружие в темноту, но преступник его выхватывает и чуть не убивает. К счастью, Аяс приходит ему на помощь и убивает преступника. На несколько минут он становится их героем, прежде чем пассажиры выясняют, что именно из-за него погиб арабский пассажир. Они закапывали его тело в Канаде, где один парень увидел, как Аяс вскрывал ему живот. Аяс признается, что он мошенник, который занимался контрабандой бриллиантов из Брюсселя в Америку. Бриллианты находились в теле араба с его согласия, но он умер потому, что не выполнял инструкции в панике. Услышав признание, некоторые пассажиры выражают протест, что Аяза нужно бросить как преступников. Но общее голосование оказывается в пользу Аяза. В результате его заковывают в наручники в отсеке радиоэлектроники. В следующей сцене они приземляются на Аляске и снова заправляют бак перед взлетом. Группа снова собирается, чтобы обсудить, что делать с Аязом, и единогласно решают, что нужен каждый человек на борту, чтобы помогать друг другу и спастись. Поднявшись в воздух, климатолог Хорст обнаруживает нечто странное. Фрукты, которые они собрали в Канаде на самом деле, не имеют никакого вкуса. Он считает, что гамма-лучи настолько интенсивны, что перестраивают атомную структуру продуктов. Самое неприятное, что при этом снижается питательная ценность продуктов. Если так пойдет и дальше, они умрут от голода через несколько недель. Наука в этом сериале – неконтролированная фантазия. Мэтью признает опасность, но утверждает, что их главной задачей должно быть спасение от Солнца. За последние несколько часов он начал терять над собой контроль. Сильви просит его отдохнуть, но он на нее кричит, что совсем не похоже на его обычное поведение. Пассажиры решают насильно заставить его отдохнуть и выводят пилота за пределы кабины. Несмотря на раздражение, Мэтью обещает поспать следующие несколько часов. Некоторое время спустя по радио передают еще один сигнал и слышат разговор двух собеседников, но группа слышит только, как они произносят слова Star 17. Вскоре они выясняют, что собеседник – космонавт, находящийся в космосе. Они потрясены тем, что такой человек жив, но это также означает, что он говорит с диспетчерской, которая находится на Земле. С новой надеждой на выживание они решают отправиться в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где все и началось. При таком раскладе у них будет 4 часа после приземления, пока не появится Солнце. Следовательно, с помощью Теренция они смогут найти информацию о секретном бункере в штаб-квартире. Снаружи Лаура находит Мэтью без сознания в туалете. Оказывается, в рану на его ладони попала инфекция и вызвала заражение. Именно поэтому он себя вел так раздражительно. Чтобы решить проблему, нужно ампутировать часть с инфекцией. Лаура говорит, что может сделать операцию Брюсселе, если им удастся добраться до больницы. Однако без Мэтью, Сильви не может самостоятельно посадить самолет. Пассажиры умоляют ее, ведь она единственная, кто хоть как-то может управлять самолетом, но она способна посадить только вертолет. Хорст дает ей понять, что если она не проявит инициативу, то все погибнут. После этого Сильви заставляет просмотреть несколько видеороликов о том, как сажать самолет. Однако, когда ей приходится выполнять эту работу, она впадает в панику. Наступает агрессивная турбулентность и все готовятся к худшему. В конце концов, они совершают шаткую посадку. Но в остальном и самолет, и пассажиры целы и невредимы. Все аплодируют Сильви и наслаждаются моментом. Не теряя времени, они делятся на три группы для выполнения различных заданий. Двое мужчин остаются в аэропорту, чтобы пополнить запасы топлива. Зара, Лаура и ее группа доставляют Мэтью ближайший госпиталь. Атеренция, Аяс и человек по имени Рик отправляются в штаб-квартиру НАТО. В больнице они находят множество мертвых тел, загромождающих коридоры. Судя по всему, людям сообщили о жертвах еще до рассвета, и они пытались спасти свои жизни. Лаура приказывает всем не обращать внимания на беспорядок и сосредоточиться на спасении Мэтью. В то же время, Зара наполняет свои сумки лекарствами для сына и остальных. Тем временем в штаб-квартире НАТО Теренция показывает им конференц-зал, где он впервые услышал о катастрофе. За оставшееся время они не успевают просмотреть все бумаги, поэтому Рик решает посмотреть, нет ли чего-нибудь на записях камер наблюдения. Пока его нет, Теренция высмеивает турецкое происхождение Айяза, и между ними завязывается драка. Ничего лучше расизма во время конца света не придумаешь. Он случайно бьет Айяза, в результате чего тот падает без сознания и истекает кровью. В другом месте Рик находит запись, на которой чиновники рассказывают о бункере под плотиной Болгарии. Место называется Стар-17, то же самое они слышали по радио несколько часов назад. Прежде чем он успевает вернуться к ребятам, к нему приходит Теренция и сообщает, что Айяз уже ушел. Рик видит на экране тело Айяза лежащее в луже крови, но слишком напуган, чтобы что-то сказать. За полчаса до восхода солнца все садятся в самолет. Мэтью после операции чувствует себя лучше. Теренция рассказывает всем, что Айяз отбыл раньше остальных, но они больше не могут ждать его возвращения. С тяжелым сердцем они запускают двигатели, как вдруг перед самолетом останавливается машина, из которой выходит Айяз. В следующей сцене Теренция заковывают в наручники в отсеке радиоэлектроники. Сильви говорит всем, что если план в Болгарии не сработает, у них не будет ни топлива, ни времени, чтобы добраться до другого пункта назначения. Когда они приземлятся, все должны быть готовы, потому что у них будет всего 20 минут, чтобы доехать до места расположения безопасного места. Айяз находится в туалете, как вдруг с ним случается припадок. Он длится всего несколько секунд, и он полагает, что это из-за того, что он потерял слишком много крови. Однако он не рассказывает об этом остальным. Когда Айяз выходит в салон самолета, его спрашивают, что он хочет сделать с Теренца. Не желая приговаривать его к смерти, он разрешает парню пойти с ними в бункер. Через некоторое время они приземляются в болгарском аэропорту и разделяются на две группы на двух разных машинах. Сильви ведет первую машину, а Айяз – вторую. По дороге у него снова случается припадок, в результате чего они попадают в аварию. Первая машина уже уехала далеко, и группа не в силах угнаться за ней за короткое время. На перекрестке Сильви поворачивает направо и доезжает до полуоткрытых ворот. Пассажир пытается дотронуться до них и попадает под электрический разряд. Более того, выясняется, что нужно постоянно нажимать на кнопку, чтобы ворота оставались открытыми. Чтобы искупить свою вину, Теренция предлагает подождать остальных, пока Сильви и группа войдут внутрь. Перед уходом Сильви приковывает его наручниками к стойке, чтобы он их не предал. Она также подтверждает, что он будет свободен только тогда, когда прибудет другая группа. Однако Айяз и группа поворачивают на перекрестке налево и добираются до таких же ворот с другой стороны дамбы. Используя свою одежду, они забираются наверх. В конце концов, все они добираются до входа в бункер, хотя пользовались разными входами. Пассажиров наконец-то встречают военные, которые приветствуют их внутри и подтверждают, что здесь они в безопасности. Теренция остается один и просит у Бога прощения. Когда восходит солнце, он встает лицом к нему и просит его сделать все, что в его силах. В конце концов, он тоже погибает. Что будет дальше с выжившими пассажирами? Если вы хотите продолжения, напишите об этом в комментариях.